Панцирь будет на параде победы. Из Тулы 10 расчетов зенитно-ракетно-пущенных комплексов отправились на полигон в подмосковной Алабино, прямо с заводского цеха. Несколько месяцев военные обучались управлению новой системой. Для нужд Минобороны готовы 10 панцирей. Перед отправкой технику осветил священник. Панцирь-С уже принимал участие в учениях. Машина генералам понравилась. Боевые качества очень высокие. Это 20 километров дальняя граница по дальности, по высоте 15 и практически от нуля с нулевых высот и с километра ближней границы. Создает сплошную зону огня для поражения воздушных целей и имеет возможность пушечным вооружением работать по наземным целям. Тульский панцирь имеет большой экспортный потенциал. Если российская армия пока планирует получить 10 машин, то Алжир, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты закупают десятки комплексов. Для зарубежных заказчиков панцирь производят на базе чешской Татры и немецкого МАНа. Оружейники уверены, их продукция эффективнее зарубежных аналогов. Нету в мире комплексов, которые бы совмещали и ракетное, и пушечное вооружение. Автоматизация работы, о которой мы уже говорили, по нескольким целям одновременно. Для своего класса это дальности и высоты при боевом применении. Все это фактически выводит, когда мы говорим про аналоги, выше зарубежных аналогов. На вооружении панциря 12 ракет и 2 автоматические пушки. Комплекс может работать одновременно по 4 целям и вести огонь на ходу. Обнаружение объектов происходит при помощи станции с активной фазированной решеткой. Панцирь способен поразить крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотники. Комплексы работают и в составе батареи из 6 машин. Одна из задач – прикрытие зенитно-ракетных систем С-400. Но поставка панцирей в исковые части, как говорят военные, – следующий этап. Пока же комплексы покажут на параде, после чего вернут на завод для доработки. Егор Сазаев-Гурев, Игорь Мостовой, Никита Токарев, Infox.